Святитель Лука Крымский и наш современник, он наш дедушка по возрасту, а с другой стороны, член Сообщества Святых, Небесный Покровитель Крыма, Православной России, страждущих по всей Вселенной, он пополнил собою галерею святых бессеребреньков и целителей, и находясь сегодня в содружестве с великомучеником-исцелителем Пантелеимоном, со святыми Косьмой и Дамианом, с Киево-Печерскими целителями, молится, ходатайствует, иногда зримо участвует в земной судьбе тех, кто нуждается в исцелении, укреплении, борется с недугом. Когда святители провожали в последний путь, тогда Симферополь заполнился людьми самых разных национальностей, убеждений, вероисповеданий за гробом шли и партийцы, и иудеи, и мусульмане, и, конечно, в первую очередь наш православный народ. Все были тогда объединены любовью к светильнику, который всю жизнь горел и одновременно таял, как восковая свеча, просвещая и согревая пространство русской земли от Северного полюса до Черноморского бассейна. И как удивительно, что именно в этот день обретения его нетленных мощей был обретен Крым, русская таврида, через единодушное желание всех крымчан, и русских, и татар, и евреев, и всех, кто любит эту прекрасную, несравненную по красоте землю, войти в состав Великой России. Вот почему мы видим в этом событии, которое еще долго-долго будет звучать мажорным аккордом в наших сердцах, несомненный перст Божий. А святителя Луку почитаем своим отцом, учителем, врачом, покровителем, тем, кто в третьем тысячелетии может научить нас жить чисто, честно, благородно, жертвенно, по-русски, жить красиво и во славу Божью. Чем значим для нас святитель Лука? Не только дорог он нам тем, что является в операционных блоках, где-нибудь в Фессалониках или в Афинах, и дает прямые, ясные указания хирургам, как делать сечение, как зашивать рану, не только тем, что благодаря его молитвам сращиваются отрезанные пальцы у мальчика-пианиста, и он обретает через месяц вновь способность бегать пальчиками по клавиатуре. Но святитель Лука бесконечно близок нам по свойствам его русской души, по качествам его характера, по тем личностным особенностям, который для нас, православных людей, сегодня является образцом достойного подражания. Ведь он прошел гулаг, ведь он лицом к лицу встретился с огнедышащей пастью багряного дракона, воинствующего безбожия. Ведь он вслед за Христом и новомучениками отдал свое тело на раны, не боясь физических мучений, преодолевал и голод, и холод. Его заставляли не спать, но дух святителя Луки оказалось сломить невозможно. Святитель Лука есть подлинный Христов-свидетель, причастник воскресения Господа нашего, победитель, от которого веет духом бодрым, радостным, жизнеутверждающим, мудрым, милующим все живое. И прочитывая его малую, но столь значимую книжицу, я полюбил страдания, мы сами, его потомки, его дети во Христе, его ученики, исполняемся энергией созидания. Ведь сегодня Севастополь становится столицей всего мира. И пусть мои слова не покажутся вам, дорогие друзья, преувеличением. На Тавриду смотрит вся Европа и вся Вселенная. Здесь созидаются, возобновляется начало русской жизни, когда на наших глазах воскресает традиция до революционного единства общества вокруг церкви и просвещенной Господом Богом власти мужей разума, мужей державных, мужей сильных, мужей бескорыстных. то, что мы расцеряли из завоеваний социализма, сегодня в новом качестве предстает нашим изумленным глазам, когда уже не в моде мистеры-твистеры, когда миллиардеры с их волюнтаризмом и лукавством относительно измученного поборами народа уже не в части. Национализация, свершающаяся в Тавриде, есть наш ответ разложившемуся капиталистическому обществу. И так верится, что святитель Лука, будучи покровителем Тавриды, не забывающий в своих молитвах ни одного сословия общества, ни моряков, ни пехотинцев, ни учителей с учениками, ни родителей с детьми, ни простецов, ни мудрецов, но всех объемлющий своими теплыми и добрыми руками. Святитель Лука будет в авангарде удивительного созидания жизни во Христе, которое заквасит собою политические, экономические, социальные преобразования Тавриды. И думается, что во всей Вселенной сегодня мы не найдем такого радостного и так оптимистически настроенного народа, каким является сегодня народ крымский. У него светлое будущее, потому что став органичной частью России, он подарит миллионам людей свои возрожденные здравницы, он станет местом стратегического присутствия российских войск, которые являются подлинными, которые несут свое всемирное миротворческое служение. И верю, что в каждой крымской школе, не только в Симферопольской, но и в Керчи, и в Севастополе, будет место для красного уголка, где наряду с изображениями Спасителя, Богородицы, святителя, чудотворца Николая, мы увидим устремленный на нас и строгий, взыскательный и одновременно милующий взор святителя Луки Крымского, вся жизнь которого, страдания которого, литературное наследие которого является бесценным опытом победы русского духа над страхами, тревогами, ужасами, растлением времени. и дай Бог, что мы, дорогие крымчане, увидимся с вами не только посредством телевизионного или киноэкрана, но умножим нашу радость общения от уст к устам, от лица к лицу, от сердца к сердцу, и пусть посредником в этой взаимной дружбе и любви православных людей будет наш бесконечно любимый крымский святитель Лука Война-Синецкий. Война-Синецкий.